Иван Мележ народился в Весцеглине из Чахонницкого района у Звучайной Селянской семьи. Змагался на фронтах Великой Айчинной войны, был некальки разу поранен, одной шелезни позбавился руки. Послевоенные годы письменника, это вот шоба у БДУ, затем аспирантуры, праца у редакции часописа Полами и месса депутата Верховного Совета БССР. Литература жён просвятил большую частку своего життя, а маль за 30 годов из-под его опера вышла шмат новелл, оповедания, пьес и романов. Вершиной творчести стала трилогия «Полейская хроника», якая была и состоится одним из самых возначальных творов белорусской литературы. Тыми своими книжками, которые вы ведаете, я рассказал только одну, может быть сотую, а может не одну сотую, а только одну тысячную того, что я пережил, что я бачил в жизни и что отшиваю моё сердце. Я думаю, какими мы были бы, с оправдой, хорошими письменниками, когда бы мы могли передать человеческими словами то, что умеет отшивать наше сердце. Какими мы были бы письменниками. Сегодня его книги перекладены на многие мовы света. По творогам Мережа поставлены спектакли, снятые мастацкие фильмы. Его имя носит Мазырский драматичный театр и улицы многих городов Беларуси. По всей крайне утемлекой на Гомельщине на этом тыдне пройдут мероприемства, присвященные памяти знаками этого письменника. В этой дате Центральная городская библиотека имя Герцена подрихтовала литературный квест для внуков под названием «Незвучайный остров Курани» по роману письменника «Люди на болоте». Гульнявой пляцовкой стала территория всей библиотеки. Маршрут квеста – это одразу три поверхи будинка, иншими словами – пять гульнявых территорий. Шлях до финишу открывался в той команде, якая правильная и худшая за все смогла отказаться на пытания ведущих. Это наибольший, я думаю, корыстный зараз. У нас тяжкий век, когда люди мало читают, когда больше глядясь интернет, ну и вот классика, и, на жаль, напевно, мало захопляются. Вот захопить классика в такой форме, такой гульни – ну, это заслуга библиотеки, молодцы. Сделано все очень здорово, интересно здание, много еще можно узнать из культуры нашего народа. Игра очень интересная, захватывающая, но надо хорошо знать содержание текста. Дорогие, что эти подлетки учатся в 10 классе, изгодно со школьной программой в улучшении творчества Ивана Мележа для их яшина переди. Олежнях, глядя, что на это уже сегодня своими отказами на пытания по творах письменника, многие из них доказали. Молодое поколение читает белорусских классиков, незалежно от задания у дённику. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадеокампания ГУМИ.